Всем привет, ребята! Давно не было видео, а все почему? Потому что я немножко приболел, но это вы увидите при просмотре этого видео. Что хочу вас попросить? Ребят, давайте проявим максимальную активность и поставим этому видеоролику большой палец вверх. И если это видео собирает 10 тысяч лайков, то я выпускаю моментально следующий влог. Влоги теперь будут выходить чаще, так как потеплело, и да, я первых 3 часа лайкаю абсолютно все комментарии, которые вы напишите. Спасибо всем, кто проявляет активность, поддерживает меня. Мне безумно приятно читать ваши комментарии, смотреть на количество лайков. Всем приятного просмотра! Поехали! Ты дурак? Вон она! Цените те моменты, которые у вас есть. У каждого здесь есть своя правда. Как правильно здесь жить, я не знаю. Лишь хочу видеть в глазах твоих много кайфа, и на взлетке, что в прыжке от ног кроссы отлетали. Всем привет, меня зовут Андрей, и я, сука, заболел. Во-первых, я помылся, подбрился, сходил в зал, подстригся. И это все не ради встречи с Сашей, а ради встречи со своей малышкой, за которой я скучал уже очень-очень долго. У каждого здесь есть своя правда. Как правильно здесь жить, я не знаю. Так, никто не видит. Наконец-то это наступило. Вон она, черненькая, такая красивенькая стоит. В общем, Санек открыл свой новый бизнес, Манкин бизнесмен, и он закупил много мопедов. Мы сейчас будем тестировать. Наконец-то я буду ездить на дороге. Как вы все знаете, у меня нету прав. На эти мопеды права не надо, и на них просто можно кататься и кайфовать. Саша мне сказала, что будем тебя сейчас лечить, Андрей. Из-за этого я и ненавижу зиму, потому что какого хрена так холодно? Ты мне ищешь школьницу в шкафу? Сниси на куртку. Я помню тебя. О, у меня кто-то волнуется в этой жизни. Кубочка, убрай тебе, да, просто стой. Куртка будет на мне. Сегодня 23 февраля. Я хочу быть в этой куртке. Накатались, ребята, это просто... Вы даже себе не представляете, насколько это кайфом. Ты по центру Киева едешь? Нет просто никаких преград. Сейчас мы хотим покушать, согреться. Очень холодно сейчас кататься. Саня, как тебе? Папа. А девчонки буду тебе давать? Посмотрим, поживем, увидим. Такое ощущение, как будто ты в каком-то пространстве непонятном. И ты ничего не хочешь сделать. У тебя вот так вот все перед глазами. Ну что ж ты? Ты же у меня тюленчик. Тяжеленький. Кто я? Тюленчик. Ты тяжелый просто. Радусничек, таблетничек. Это так классно, когда тебе просто кто-то заботится, спрашивает, что с тобой. Это очень круто, ребята. Я рад, что у меня в жизни есть такие люди, которые всегда мне помогут. Будут простыми. Такими, какие они есть. Но я еще и очень горящий. Поэтому, девчонки, в этом я шучу. Сакиевские пробки никто не отменял. Катались мы, катались с Саньком. И тут я ему говорю, чувак, я не могу тебе отдать ключи от этого мопеда, потому что я хочу у тебя его купить. Кстати, очень холодно на улице. Мы ехали замерзли. Саня вообще не везет. Его даже навигатор ему отказал. Это горькое. Я не буду это пить. Это ты горький. Это надо выпить. Тебе будет легче от этого. Я не хочу его пить. Оно потом неприятный бонус сделает. Это решение отказывает принимать какие-то высшие меры, поэтому... Боже мой. Просто выпейте, и тебе станет легче. Я с пацанами еще не посоветовался. Просто, когда надо, он не берет трубку. Спасибо за сотрудничество Александра. Я буду спать. Бузенька моя. Люблю тебя очень. Поздравляю вас с покупкой, Андрей. Спасибо большое. Давайте вашу ручку. Желаю вам не гвоздальный жезл. Просто в шоке. Я хотел сегодня с Аняком просто покататься и открыть весенний сезон. А потом я покатался и вспомнил, что мопета себе уже хочу полтора года. Я такой человек ленивый, которому впадлу приехать, осматривать, переоформлять, все делать. А так через знакомых по выгодной цене я приобрел себе. Мамкина негодяйка. Открыла. Ого, а шо это такое? А я все твоей маме расскажу сейчас. Немножко краткой предыстории для вас. Я знал, что мне станет плохо. Точнее, у меня были первые признаки там. Кашель, немного чихал. Я пошел в нашу поликлинику, и я оттуда его ушел. Сейчас в Украине происходят выборы, и каждая третья бабушка к тебе подходит, просит тебя, чтобы ты за кого-то голосовал. В общем, там такие очередя, такой срач. Я думаю, ну, ё-моё, я пришел лечиться, а не обсуждать выборы. Поэтому я так до конца очереди не досидел и заболел. Итак, смотрите, кого я встретил. Нужно же как бы оценить, что я купил. Офигенно, конечно. Ты рад за меня? Да. Что это было? Как-то наиграно. Ты знаешь, у меня так постановочно огнял. Не знаю, как будто ты за меня не рад. Это рад из-за тебя? Ну, блин, просто... Я не привык выражать эмоции. Такой я безэмоциональный парень. Ну, вообще офигенно. Более детальный я вам чуть позже покажу. У него цвет черный с красной такой основой. Очень красивый, мне понравилось. Я просто от него кайфую теперь. А мамка ремня не даст, если я тебя на нем прокачу? Не. Разрешит? Да. Ну ладно. А что мне за это будет? Любить тебе будет. Я хочу форт мустанг. Что еще? Мустанг. Будет? Нет. Ну, вот так я звоню. Стас, мне нужна срочно ваша консультация. Бесплатная. Тут мне Саша дает препарат от престуды. Я его не хочу пить, а она меня заставляет. Как в этой ситуации быть? Очень. Да. И попить это всегда надо. Пить это всегда хорошо. Да, да, братан. Так. Ты дурак? Ну ты что, ты красилась и думала, ты не заметишь? Можешь понять, почему? Я понял. Просто, насколько сильно отвлечу на свои преди отношения. Она знает, что я не могу никуда встать и пойти. И там ее подружку, какой-то парень, походу. Парень подарил, а парень не подарил. А я красивый парень? Нет. А почему? Потому что у тебя голос сломался, и ты сейчас им плохо владеешь. Я красивый парень. Я кастинг прошел. На кнопку нажимай. Выходила на берег Катюша. На высокий берег, на крутой. Просто дай тебя блогу, вместе полетаем. В 5 часов утра я отоспался. Мне так себе полегчало. Просто посмотрите на этот кадр. Саша. Всю ночь, получается, Саша за мной следила. Носила градусник, лекарств. И сама немножко уснула. Иногда вот так сидишь и думаешь, что очень приятно, когда есть такие люди, которые о тебе заботятся, готовы тебе помочь, если у тебя какие-то проблемы. Вот банальный случай, мне стало плохо. А Саша надо мной всю ночь сидела и таблетками меня всякими тычкала, чтобы температуру сбить. Сама не спала. Я считаю, что такие моменты нужно ценить в жизни и показывать их вам. Поэтому цените те моменты, которые у вас есть. И старайтесь как-то почаще проводить время со своими близкими, кайфовать от жизни. Ну что ж, кому понравился данный видеоролик, палец вверх. Подписка на канал. А мопед, который я купил у себя? Этот мопед я хочу максимально проапгрейдить и потом его разыграть среди вас. Обо всех условиях вы узнаете в моих последующих видео. Это так, чтобы вы пока знали. Поэтому каждый из вас может стать владельцем этого мопеда. Это не машина, это не Феррари, как там многие разыграют. Но это будет честный конкурс. И победителем будет рандомный человек, а не подставной. Поэтому, ребят, ждите, следите. На своем был ваш Андрей. Увидимся в моем новом видео. Всем пока! Ведь все, что в этой жизни происходит, не подается никакому объяснению. Но пока у нас с тобой есть еще минут сорок, так давай друг друга вдохнем и остановим время. О, в легких тает дым и над заливом. Запомни ты меня таким, таким счастливым. О, в легких тает дым и тем же утром запомни... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!